приветствую это видео рассказик но прошу прощения не артист и полностью сыграть виде фильма ну хотя кто знает люди послушать мои рассказы кисни вот блокбаст почему бы не смотрите название придумал но может не совсем затейливаю может вы поправить я всем вам покажу вы только запомните меня и я очень надеюсь что этот рассказик хотя литературный он вам понравится ну во первых он познавательный во вторых он так или иначе но реально нашей жизни и тех событий которые возможно вам жизни пригодятся вашей да хотя сейчас это литература сказать хотя понятное дело есть ну прототипы и так слушайте внимательно вот я не знаю были вас случаи когда вы были влюблены коля был влюблен 20 с небольшим лет учится ну довольно приличном университете влюблен вот так влюблены могут быть только-только молодые люди он был элочку но и так звали замечательная девочка ну просто замечательно знаете вот поднялся когда говорят ну да она там не супер может модель но красиво красиво не ну ах как вы думали управлять что-то человек влюблен каждый день про нее каждую минуту думаю и думать как 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 с ней ближе познакомиться они учились в одном университете на одном курсе а там разные группы конечно не здоровался но 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 как но я понимаю понимаю что сейчас тут некоторые так что здесь сложно да действительно нет методик с помощью которого можно познакомиться с девушкой и в те времена и сейчас довольно много ну тут была одна вещь которая ну скажем а так сильно отправила колю и в общем-то не давала им возможность использовать весь свой талант не не вы поймите коля был ну может не супер доджоан то что у него были девушки женщины которые его любили он любил да и он умел правильно приподнести себя при желании он конечно мог бы пригласить элочку там ночной клуб ресторан тогда что это мог но было одно но который ну никак никак вот мыть вот никак не дал какой ну ладно думаете такой не был давайте породители коли ну скажем так бизнесмены ну даже не с мелкой руки который торгует на базаре коля сам на базаре поторговал вот он в общем-то как бы учился университете но помогал родителям ну там были мафы и лоточки на базаре и по большому счету там и мама и папа в общем-то занимались вот этой торговли плюс на были наняты работники ну скажем так и фактически учился вы правильно поняли коля ну благодаря родителю учился план то есть они платили за него понимаете какая ситуация ну может действительно глазах кого-то сказать коля хорошим малым чуть но неплохо так одет месяца держаться плюс но элочка ну вот знаете вы смотрите палочки видите да родители не очень богат понимаешь что правильно вы поняли но вот коля приезжал у него была машина кучу дисплюда славу то я понимаю понимаю что ну больше он не будет причем отец ему вспоминал страшно что я тебе чуть не с последних денег купил да ты ну что вы хотите ну да для отца это большие деньги дал действительно с трудом их заработал траги сити нарушил порадоваться на музыку ну ну что ну 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 я подкачусь подкатываю к девушке к элочке открывает дверцу славу ты это что уже почему же ну потому что элочка проезжала то университет на шикарном шикарном ну тойота но знаете вот есть женские тойоты мне даже цвет был женский ну видно родители купили ну типа девочка тебе какой какой сумочку я риме машинку машинку ну и плюс ко всему понимаете хотя и коля одевался ну как было много ну видно базар 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 давайте так хороший на базар родительно базаре торговали но где он будет вас элочка да ну скажем так сумочка элочки стоила значительно дороже чем вся одежда коля многократно видно видно что родители богаты и вот это вот колю сдержал ну понимаете как но он считал вот хорошо я подкачу к элочке говорит ну там типа давайте сейчас верстать куда и что получится он будет просить может ты меня на своей машинке подвезешь потому что я на своей славу тебе там как-то не стыдно было такое да только было будет но все-таки коля умел найти подход к девочке умел ну я говорю что что он сделал не ну принципе по большому счету вы тоже можете это сделать нет это метод вообще не вы первый придумали не вы последним понятное дело что но элочки были подружки ну зато не бывает и подружки конечно разные и в общем то он узнал что в одной из подружек таких элочки будет день рождения причем день рождения будут гулять в общежитии университета вообще там вообще интересная ситуация но сказать а почему не начну поменять там понимаете когда-то в общежитии была ленинская комната потом йогти подел читать конечно никакой там читали не было там горборя стояли столы и там какую делали ну ну хотите как хотите назвать там ночник фестивальник дискотечник что угодно ну просто за счет того что собиралась молодежь никто не мешал причем собирались свои отрывались и вот одна из подружек элочки решила так оторваться праздновать день рождения ну естественно что коля просчитал ага понятно значит ну соответственно элочка будет отрываться ну чтоб там подальше и тогда он что сделал он закадрил подругу подруги когда будет день рождения ну просто закадрил и закадрил он мог там где он там скарбрут крутил там ну сходил там за кафешку гостил и эта девочка знаешь глаза загорелись ой красиво то так дальше и все дальше проще ну именинца приглашает элочку приглашает подружку которую закадрил коля ну и коля приходит с девушкой да вы тут можете сказать что коля конечно немножко ну знал на этот трюк он пришел с ней и покритиковал прическу своей девушкой ну поймите муж было а главное прийти ну давайте как бы попасть среди приглашал он попал ну и уже да вы сказать и цинич ну что поделаешь но он хотел он ужасно хотел дальше ну вы давно были на молодежь на глядя я давно сразу но они же не меняется да 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 ну ребята ну поймите все там есть и все там будет и логика в этом заключается что молодежь собралась гульнуть это логично это правильно но ради этого собирает да 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 ну шеста там конечно не было посередине но он скорее всего там очень хорошо писался вы поняли какой шест и поняли все остальное ну понятное дело когда уже все 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 было хорошо тогда коля подплыл калочки как вы сами понимаете а дальше уже как рассказать технология ну сами понимаете хорошее настроение хорошая музыка девушка уже немножечко так сказать придела красивый парень да 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 и тогда естественно как вы сами понимаете и поговорить и встретиться это тоже под вот эти вот все исчезла и ты не такой может костюмчики дорогая сумочка ручки и получилось получилось ну и поймете что же сработал ну там мателочь как понятное дело на этот мероприятие приехала не на машине ну и потом естественно коляках рождает альба отвелся на такси нет ребят отвез домой правильный ход умный охня рука ну может происходит понимал что если приведет то все а сейчас да отвез трудил конечно когда такси привез он он понял что до родителей в элочки не бедны это было понятно после этого начал встречаться ну уж понимаете как вот молодежь не не поймите вот молодые люди молодые ну тем по 20 ветер в голове или не ветер любого голове ну действительно но ну нравится колить ужасно нравится эта девочка и девочка понравился коль да почему бы нет это жизнь а дальше произошла довольно интересная ситуация ну скажем так то тут время от времени понятно элочка там подвозила колю вместе встречались ночные клубы ну все-все-все-все как положить родители коле конечно очень были недовольны все-таки понимаете как получалось муж деньги надо было просил дай 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 попрос помите бизнес небольшой и эти гульки он же ему деньги дав молчился он гуляет на и получилась такая ситуация что элочка предложила прыгать к родителям познакомь понятно дело поехал вот понимаете ну тут действительно представьте очень хорошая стена очень хорошим и видно конечно что есть прислуга но это значит он все это стол себе до пьетом пришли с мамой познакомили на вот элочка полкома с мамой смотрите все замечательно то колечко там ходит папа узнаете вот самое интересное но не совсем профессор у папа элочки вообще-то кандидат физико-математических наук но не профессор он старше научно сотрудник но это все было это той жизни скажем в очках в очках да звали сергей петрович познакомили замечательно пообщались вот коля общину беседует общается он чувствует что как бы вам сказать вот и не что-то знает он не знает эти серьезно давайте беседа ведется это понимает но он уже так который постарает после этой встречи после этой встречи ялочка сказала так и так он и путь ребенок не все очень молодые люди не тут все довольно просто ну когда элочка ну поняла что возможно быть ребенок она пришла рассказала маме мама зелочку и к личному гинекологу и когда сказал что да ну так и так молодые люди ну все бывает да все нормально будущее бабушка была в восторге ну понимаете к ситуации единственно дочь а ну как бы еще раз представьте дом полночатку все есть квартира есть зарный дом есть прислуха все и все просто скучно когда она узнала что у нее вот будет внучка или мнуть ну чё она ура 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 давай давай и понятно что коль привели на смотри на посмотрите хороший мальчик элочка по ослабляю вперед так что после этого дай коля не поймете коля не возражал почему но ему ужасно нравилась элочка и он действительно хотел ну просто никак бы не обсуждает вопрос там будто не расписываться не будет будет свадьба просто не обсуждали то что он ну очень любил обожал восхищался хотел элочку ну да как она сказала нас будет ребенок замечательные проблемы описать какая была свадьба сложно потому что это была свадьба ну конечно родители коли там скажем так были как гости все организовал теле петрович кажется полосы чай не на там все если изменять память там по моему вот когда вот молодые шлис был приглашен даже оркестр президента украины что просто сыграть музыкальной композиции гулять да гулять и как она уже догадались что после но свадьбы недалеко квартиры где родители купили квартиру для элочки коли понятно делаешь квартира в шикарное с ремонтом все ну там почему бабушки удобно все замечательно и вот весь ребятам вот понимаете тот момент когда ты же был хорошо описать встречу коли теперь петрович родственники ну вот если помните ну не знаю но знаете как его спать фирмы когда вот крестный отец мафии сидит крест там знаете там к нему заходит какой-то там этот целует перст нет такого не было но да действительно кемьет шикарный серия петровича и вот ну коли как бы пришел это с ним ну просто поговорить как бы ну уже по родственному и тогда серия петрович ну как бы скажем вам предложил коле участвовать в семейном бизнесе но как вы наверное догадываете что такое богатство просто так же не бывает самое интересное что да действительно серия петрович ну кандидат физику математических наук и вообще очень длительное время работал в научно-институте даже кое-что достиг потом все этого советское что развалилось и все тоже развалился и серия петрович как он так сказать воле случая или может дачи стал непросто а понимаете вот есть как бы сказать круги бизнеса где достаточно назвать петрович а ну мы поняли понимаете какая ситуация вот в старину была такая традиция рождался человек ему давали там крестили давали прозвище если он был бедный так и умирал с прозвищем прожка хрошка там свинюшка бештанька как угодно то есть он до имени дорастал ну если он уже что-то свое представлял имя называли имя прохор прохор дядь прохор а если он уже богател добавляли отчество прохор петрович там иван иванович но если он ставал очень богатым называли по отчеству царской россии даже была такая награда царь велел величать по отчеству это значит человек получал право чтобы его не по имени по отчеству называли здесь такая ситуация ну просто понимаете как вот получилось так что петрович так хорошо раскрутил что было сказать петрович через кого работали через петрович понимаете он умел во первых удачно договариваться во вторых он всегда исходил с точки зрения что берут все вопрос только заключается том как правильно преподнести у него было мне сказал два ветки вещи которые но очень ценится в этом бизнесе жутко цель первое он когда не бросал своих сотрудников даже если такое случалось ну все же бывает он всегда и они соответственно за него держались и даже когда кто-то пытался с конкурентом свои проблемы ничего делать не могли они за него жестко держать и еще вторая черта мне очень хорошая но если с ним работает если даже человека возникали какие-то проблемы ну как бы по мере возможности он помогал решать то есть он тоже не бросал вот это очень важно потому что очень часто вот эти и в результате да мне шикарный шикарнейший но единство что у него было более-менее жесткое правило он сначала хотел понять что за клиент какие риски и если он видел что риски большие говорит нет и тут уже его не уболтаешь не говоришь каждый нет сказанный значит нет а это да и и вот коля начал работать ну как бы в семейном бизнесе петрович ну понятное дело что я забыл самое главное сказать что колледж учился на финансист так что почти по специальности и вот начал работать начал разбираться смотреть и узнавать как она работает тем более когда он увидел как это все работает как это все крутится как вот появляется миллион потом хоп 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 там наличка там доллары там оффшор там разбежалась тут проверяющий хоп оп дробь бумажка проверяющих нет не носите петровича бизнес один самых эффективных был полна и по зачем медиально просто несите на там мою тву он как ученый вот ноу-хау внедрял в эту систему 3 не делать он не делает и в результате да 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 в результате действительно ну как вы сказать бизнес богател 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 что коля ну как бы жизнь удалась а самое интересное то что у него там почти через год ну родилась девочка первая потом где-то год и два месяца опять девочка родилась бабушка была в восторге как вы наверно догадываетесь загородный дом довольно большой там и бы и для бабушки место и для коле соответственно из элочки с детками няня ночная няня дневная повариха уборщик так что скажем так у ну вот сказать что коль этом спрыгивал чтобы бежать к ребенку не не такое не было калычка не для этой ночная няня она все сделает она для этого прислали так что когда выскать разбал разбал ну ну помите любимая дочка получат а дута цикл цивки более для кого это деньги деньги есть большие деньги то это действительно вы помните тут тоже такой нюанс ком-то этапе отец конечно коли очень обиделся ну понимаете как ну встречались а потом когда все закрутилось ну не было времени уколе встречаться с родителями понимаете кассета ну во первых действительно как вы понимаете работы много это факт там действительно такой а во вторых ну получалось выходные там детьми опять же с элочкой потом еще когда-то поехали там же какая была ситуация ну бабушка вот-вот-вот надо с детками съездить там на море или куда турцию испанию полетели про это ну видеть кассета куда-то с родителями по этой причине да отец коли обижался его можно понять обижался но что мама конечно пыталась как-то загладить но коли же ну что знаешь ну сын вырос меня своя семья насколько получалось заглаживала тут давайте еще какая ситуация ну как вы понимаете платил хорошо петрович ну плюс и понятное дело что ну где-то коля конечно уже ну завели знакомые друзья и вот опять же не могу вам показать на это тоже наверно была такая бренд да вещь 3 пригласил поговорить колю но опять же по семейному но так чтобы подальше девушек нету не слова не сказал он ни слова не сказал что он ну коля киша догадался что петрович да а заяк ходи сказал но он просто сказал что ну коль вот смотри но тебя есть такой друг миша держись у него подальше ну вот все таки туда ну там конечно как вот знаете я понимаю тесть есть хворить взять болезнь наоборот и он не может сказать зятю что я знаю что ты смешен ну уже не рассказываешь в работе поехал зараный домик дева расслабились симпатичными девушками ну потом ты как бы приехал все замечательно ну лучше белочка ты не знал вы правы и вот по этой причине он так говорит что ну зачем тебе этот миша ну да да ну вот ну как то постараюсь найти друг друзей ну что миша хороший малый но он сам у него никого нет ни семьи то есть он то может а ты что немножко семейный получается как то не совсем красиво знаешь пользу на узнать ну опять же понимаете он то поговорил ну знаете как она серьезно сложно сложно черт я знаю пора действительно немножко ялочка не такая в глазах коле стали на любом в любом невероятном ну что называется ну даже нельзя приписал описать как он был влюблен в эту ручку и тут такое а дальше происходит такое событие смотрите понятное дело что как бы любой бизнес и центральный офис и есть некий региональные . и вот возникла такая ситуация развивать региональную точку и вот коли просит петровича дайте я вам возглавлю ну понимаете как ситуация петрович никогда лично коли не говорил что ну ну давай делать так так или что он может быть действительно подсознательно и думал что ну он же не вечный там состарится передать бизнес ну ну не дочери 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 в это передать бизнес зятью а он уже отойдет там на покой будет на рыбалочку может так и думал во всяком случае тут произошло такой нюанс что да петрович ну хорошо давай так я тебе отдаю площадку регионально но давай сделаем следующий вариант договоримся на берегу уже о не просто зарплате а о прибылях ну как говорят о проценте чаще всего это то есть грубо говоря вот есть площадка ты работаешь естественно вот эту сумму ты сюда-сюда-сюда вот эту сюда а вот это твой профит твой уже не зарплата не премия профит ну понятно дело что там профит то может быть ого или ничего ну понимаете скорее всего действительно петрович у тебя надеялся что это будет такая учеба учеба ну вот коля сейчас научится покажет а потом чё гляди действительно сделать его там ну но если не партнером то скажем вот так ну а почему бы нет действительно партнером бизнес в этом бизнесе понимаете официально никто не заявляет что это ты официально ну почему не и ну понятное дело что нет это там областной центр один из коля-то переехал естественно квартира хорошие условия машина все ты мало того на выходные приезжал естественно до элочки до деток и так дальше детки приезжали к нему там что же условия нормально отдохнуть с бабушкой без бабушки все было и вроде бы как бы все хорошо замечательно ну и понимаете как бы вот проходит тросит уже вроде бы нормально и чтобы правильно было понять ну как бы вот ну вообще у петровича была такая традиция заканчивается год он берет такой небольшой отпуск и едет отдыхать ну заодно берет внучат зятя дочку ну понят за границу расслабиться и так далее и он и тоже на новогодние праздники поехал там замечательно отдохнуть плюс ко всему ну понимаете посчитали вот прошел хорошо прибыль хорошая поделить вот коля как уже получил ну не бонус даже а так скажем такой бонус вернулись ну понятно что коля поехал на работу элочка осталась скажем бабушкой с мамой и тут маски шоу заходит в офис коле ну смотрите маски шоу ну в принципе коля уже несколько раз переживал это не первый раз не то что как нет предпочитание сильно не испугало ну зашли зашли ну что первый раз тем более уже это уже было это не то что там такая эзотика затянулись ну вот смотрите маски зашли ну как правило час-другой а тут уже и обед после обеда и на вечерок еще пригласили колю проехаться с ним это хуже надо так надо тем более опять ой коля столько раз связь к показания мало не говорю ну бизнес такой сами понимаете поехали и тут уже конечно продолжение для коли было немножко маленькая ситуация он конечно что он в фильмах видел там знаете такие детективные вот в фильмах помните такие там открываются решетки коридор большой и там идет человек несет с собой вещи а за решетками эти такие зэки накачаны в наколках кричат что-то такое похабное ну это в кино ничего подобного не было после беседы коли предъявили обвинение предъявили и отправили в обычный КПЗ где не было никаких там коридоров а что называется одна вторая третья дверь и кинули ну как сказать конечно отнесись коли с пониманием ну вы сами понимаете в любом КПЗ есть камеры где сидят бомжи бомжати ну их больше всего где соответственно попадаются разные там чёрт на шоу и есть хотя бы одна камера ну как бы не бомжати говорит Коля там поместили почему ну просто он тебе может держишь другой ну как вы сами понимаете там ничего такого экзотического как опять же в фильмах не было нет во первых там было несколько людей был настил на котором какие-то лежали типа матрас все ну даже тут сложно сказать что Коля подумал потому что одно дело сходить там маски шоу выступать свидетелем а теперь что дальше как ну сложно сказать как он пережил эту ночь ну как-то пережил как-то пережил а где-то вот уже утро еду никто не приносил опять же это киношные замашки нет там никакой еды даже не утром где-то в обед Колю приглашают типа выходи но он уже наконец-то наконец-то разобрались и повели не на выход ну с куда его заводили а повели немножко в другом коридоре мы подняли на второй этаж и вот он идет ну и знаете кабинетом начальник там зам начальника еще и вот тоже там надпись типа начальник там такой открывается дверь и заходит там сидит подполковник 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 тогда вот посмотри ну представьте это замначальник оперативной работы подполковник он с этой петрович я выйду вы тут чтоб не беспокоить вас родных да петровича любили и все уважали то он умел вообще это вышел и все наставил колли петрович знаете петрович никогда вообще-то не матерился скайшман кричал нет но был страшен когда он говорил вот интонация тембр вот по мере того как петрович говорил темп становился все страшнее 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 вот когда горят волос как из но это даже не зная студора это более страшно страшнее страшнее страшней и под конец ну такое было чувство думаешь сейчас не знаю даже поле можно сделать и он пытался что-то сказать пытался но петрович уже не слышал под конец под конец петрович сделаем и предложением деловой который заключается в следующем хорошо это реперти я тебе обеспечен грубо говоря нахождение сезон кпз сезон и адвоката ну соответственно все там условия это обеспечие от коле требуется следующий подписать нотариусом что разводится ну соответственно каких претензий к имуществу ними на этом не расстались здесь наверно надо сказать почему петрович так поступил это будет более понятно еще взрослого петро еще было право он всегда своих как бы выручал честно говоря но у него были такие случаи были даже похлеще когда действительно человека все он вытаскивал а тут зятя нет почему да действительно ситуация ну судите сам когда ну коля сделал площадку и принципе зарабатывал ничего умнее он не придумал как он ну первонаперво решил рвануть и вот этот миша залепший друг не 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 все гениально просто тут он и тут миша я конечно начал подыскивать ему интересные бизнесы на которых можно неплохо заработать а помните какая ситуация ну понимаете то что это взять петрович и многие знали получалось так что коля приходит можем порешать они одну значит взять петрович значит соответственно принял прикрытие есть они что не знаешь петрович не в курсе лишь не знаю что это идея миша и коль и все было хорошо получалось там это пока это ну понимаете петрович бы это никогда не сделал а эти чудики сделаем они черномырдина бросили не серьезно не ребят ну моляй все они святые да немножко себе туда и там была цепочка где был задействована компания черномырдина надо было все на все что называется раз 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 эти ребята подумали стоп а что если мы так и так а тут типа нас там не заметят тут нас не заметят хоп хоп и мы так сразу не сумма большая сумма ой сумма скажу вот так знаете вот варить миллион да кинули и вначале думали класс все кинули цепочка длинная и не засекут и наверно так оно вначале и было ну и сам помните корпорация то большая это для них миллиона для но скорее всего по итогу года провели с верочку и говорит миллиончик пропал а понимаете тот же долго не разбирался там перезвонил генерал пацаны вообще фонарели ваши миллион тащили найдите нашли нашли по этой причине почему после нового года колю хлопнули нашли нашли мишу тоже хлопнули вы не переживайте ну конечно когда петрович про это узнал ну ему сказать ну купать будешь нет ну очень просто если бы он бы заплатил за колю мишу сделали виноватым а коля пошел бы свидетель технология не более чем ну я думаю тут все достало петрович ну и вот эти вот игры которые миша и коля за спиной жены делали и вот эти вот авантюрные операции то что решил поиграть большого специалиста наверное все было по этой причине я сказал не буду ну а дальше вы все наверное поняли что по большому счету приехал до колю чтобы объяснить что все ты уже не в нашем да вот я говорю тут если сыграть знаете вот мафиозный клав тут он главарь мафии говорит как там там яблоко разрез это не на типа того нет коля все подписал в памяти он пришел кпз конечно ну сложно сказать там бился вам головой или не бился там рыдал ну там как вы сами понимаете сначала арест на два месяца так дальше естественно приехал нет адвоката выделю почему адвокат организовал чтобы в сезон нормальная хатка с условиями нет с питанием это все это все взял коллица подписал черт я знает может он действительно уже разлюбил и элочку но как же день действительно две замечательные девочки просто замечаешь папу черт я знаю неужели действительно такая это то ли деньги то ли ну почему замечательная семья замечательные дети что тебе еще ну и наверное все таки ну скорее всего ну понятно когда они сидели в сезоне с Мишей пересеклись это не положено ну сезон 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 всегда на превратке можно нарушение инструкции побесед конечно когда они пересеклись поговорили вспомнили что свой миллион миллиончик который стащили что мы не заныкали в офшорах естественно ну и типа заныкали классы замечательно типа плевать пускай тут все равно потом рано или поздно отпустят а мы миллиончик возьмем свои я это не здесь скорее всего да вот это вот это колено что не смешание миллиончик этот доляров доляров не гривен как вы поняли на ней не ушли с камней играть ой не ушли ой наивные ой дети наивные бывает ну понятно что следствие искал искал никак не могла нити это понимаете заныкали перезаныкали но так если как генерале дали команду найти то постарались то сделало следствие но не посмотрели кто слабый ну кто компании колли много знает и тот же самый момент его можно проснуть и они нашли там одну женщину который причем дети были и хопа закрыли по беспределу сразу по беспределу то есть по большому счету она ну как бы классический бухгалтер но у нее присунули закрыли причем не просто закрыли а закрыли мало то что бомжатник в СИЗО закрыли посадили с рецидивистами то есть знаете камера она ну женщина самая обычная что называется и тут сидит там 5-6 матерых рецидивист матерых таких что знаете первая ходка она дала слабинку это не могла не дать но люди добрые во-первых ну и уж как бы давили во-вторых у нас тоже там и она подсказала в Одесской ну а просто нашли миллион нашли и конечно когда нашли тогда уже и Коля и Миша и тогда вот как только нашли миллион сразу дело в раз и всутся ах типа ну так в чем же так что билетчик вернул вернул что что ну просто рассказывать там аж интересно суп классический что вы немножко правильно поняли ну вот то есть те которые обвиняли Коля она особо тяжкая от 7 до 12 лет с конфискацией имущества почему и нужна была это развод и все остальное нет там машину конечно конфисковали личную машину Коля ну наш бы хоть что-то прокурор вообще был зверь 12 лет просил ужас 12 лет там понимаете еще такая немножко ситуация ну вот пока искали эти миллионы еще как то потом когда нашли там уже что называется ток бросили и уже как бы типа ребята ну еще конечно наверное сработал трюк типа ну надо наказать было сорвать судья бы гуманный судья гуманный дал 10 не 12 10 у нас конфискация причем и Миша и Коля подсидели 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 весь срок ну тут еще понимаете как ситуация когда вот ну Коля попал уже на зону он конечно надеялся выйти хотя бы ну удовольствие раньше и несмотря на все события отец ну как бы пытался ему помочь даже приехал так дальше ну когда отцу сказал сколько это будет стоить искать мне столько денег нет причем там бизнес в отца уже не тот твой денег нет так что пришлось Коля сидеть десятку серьезно вышел сосать сидел ну сказать надо вернуться к Эллочке так как Эллочка дети выросли у нее наверное новая жизнь то есть скорее всего наверное уже дети подзабыли папу она никогда не к нему не приезжала не звонила и вообще ну и как вы сами понимаете вообще никакого он он тоже понимал что если даже сейчас он заявится в лучшем случае охрана его выставит а в худшем а в худшем в худшем Петрович может что-то придумать чтобы он пропал навсегда а ведь действительно был момент казалось еще немножко и все будет хорошо все замечательно неужели так может случиться что человек так ужасно любил желал хотел получил и все своими руками уничтожил или не своими но рассказик закончился так что пишите комментарии ну и делайте выводы благодарю за внимание пока 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 и пока 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 и пока пока пока